всем привет сегодняшнем видео у нас с вами будет обзор корейской системы рукопашного боя вот этого кадра вы уже много раз видели в интернете он выступает как новатор совместивший технику до винчун и рэквондо и естественно назвал это просто корейской системой то что он показывает вот здесь на экране я бы назвал очень хорошей техникой для нападения потому что все что он демонстрирует показано на пассивных противниках то есть люди стоят он на них отрабатывает свои удары блоки комбинации показывает как отбивать это рукой как наносить удар локтем кулаком но он не показывает пока что никаких блоков для контратаки ну вот разве что только против бокового удара ногой он сбил человека в остальном же вот такие внезапные как бы подкожные на удары которые он наносит своим противником кстати кстати вот этот вот удар когда ты обороняешься против двух противников одного отвлекаешь втором наносишь внезапный удар рукой в лицо у нас раньше отрабатывали в амоне в полиции и причем он действительно очень хорошо работал вот этот удар но сейчас вот смотрим дальше что она показывает он нам показывает оборону от нападения людей с разных сторон с разных позиций плюс он использует еще нож для того чтобы к примеру ну не знаю порезать своего противника если вы к примеру на улице кого-то порежете то срок вам обеспечен это 100 пудов тоже что он показывает как можно использовать как вынужденную самооборону есть такое понятие есть обычная самоборона есть вынужденная когда человек был принужден к использованию запрещенных приемов для того чтобы его не убили или не нанесли ему серьезные увечья мне между прочим импонирует вот это вот техника ударов техника блоков которую он показывает потому что во первых здесь скорость реакция человека на которого нападают она действительно мгновенно молниеносная эта реакция этому можно поучиться на ради расширения собственного кругозора ради укрепления допустим своих базовых знаний полученных в других каких-то стилях неважно будь то каратэ это и кван до или кунг-фу этим и я я бы позанимался с удовольствием тем более что пока что в европе у него нет ни школ ни клубов не представители федерации а вот это кстати интересный момент когда можно допустим стать представителем этого человека неважно в какой стране будь то в россии или в белоруссии или даже в казахстане и создать свою школу продвигая этот стиль делайте выводы